Война России в Украине вот уже ровно два года. К чему готовятся в обозримом будущем на фронтех? Какие эксперты? Звучат экспертные оценки? Какие выводы сделаны? И что еще предстоит сделать НАТО, США, Европе? И насколько велико и надежен зонтик безопасности НАТО Латвии? Об этом в разговоре с нашим утренним гостем в студии Домской площади, глава Центра стратегической коммуникации НАТО Яан Исарт. Доброе утро. Лабрейт. Лабрейт. В этом разговоре нам поможет синхронный переводчик Хелена Гизелеза. Доброе утро и спасибо вам заранее за это. Я начну с краткого перечисления уничтожения российского ракетного крейсера «Москва». Это была весна 2022 года. Подрыв Крымского моста той же осени, возвращение под контроль Харькова, контроль Украины летом прошлого года. Все это эксперты называли важными переломными моментами в ходе войны. Что мы сейчас видим? Недавний ход-то украинских войск из Савдеевки. Это стратегический ход на фоне острого дефицита снарядов? Или это что-то большее и более серьезное? По-моему, проблема заключается в том, что, смотря на военные действия, мы видим, у Украины не хватает вооружения, не хватает боеприпасов. В условиях нехватки боеприпасов очень сложно удержать фронт. И Авдеевка имеет стратегическое значение именно поэтому так долго шли бои за Авдеевку. Но если нечем стрелять, то очень сложно удержать позиции. И в этом случае эта ситуация меньше вина Украины и больше вина Запада, потому что наша поддержка задержалась как поддержкой Европы, так и особенно США. И это является той причиной, почему мы находимся в такой ситуации. Это неспособность Украины вести военные действия успешно. Об этой ситуации и есть ли на этом фоне хорошие новости в нашем большом утониментаре сегодня. От первого лица Господин Сарцев, вы накануне буквально вернулись с Мюнхенской конференции, где звучали и обсуждались разные сценарии того, как может развиваться эта ситуация военная в Украине. Какие сценарии вам представляются сегодня наиболее реальными? Ну, спекулировать о будущем сложно. То, что понятно, что в ближайшее время будет большое давление России на Украину, и мы наверняка услышим еще больше новостей, которые нам не понравятся об отступлении Украины. Потому что в условиях, как я уже говорил, когда нет боеприпасов, удержать фронт сложно. Но, по-моему, эти главные ключевые вопросы, насколько быстро Запад сможет поставить пакеты помощи, это первое. Второе. Важно, какова будет позиция США. Как мы видим, приближаются выборы. Политика раздроблена в США. И в результате очень сложно принимать сложные решения. Поэтому, надо сказать, если говорить о вероятностях, наибольшая вероятность в том, что линия фронта будет достаточно стабильна, и будет ситуация стагнации в сражениях, по крайней мере, пока. И что еще нужно сказать? Россия превратилась в военную экономику. Это то, чего, возможно, не было год назад. Возможность производить вооружение, боеприпасы в России. И эта возможность выросла. И одновременно, до сих пор, очевидно, российское общество не возражает против того, как российские генералы ведут войну. И, в принципе, это просто мясные штурмы, такие нападения. Мы видим, что происходило в Авдеевке. Там очень много погибших со стороны России. Поэтому мы можем предположить, что это продолжится. На этом фоне все более очевидны стремления и попытки России принудить Украину к переговорам. Видите ли вы прежнее единство и неизменность категоричной позиции страны Запада в этом вопросе, особенно после того, что вы видели, слышали, чувствовали на Мюнхенской конференции? То, что я слышал в Мюнхене, понятно, что Запад не готов к такому решению отступить, заключить перемирие в существующей форме и виде. Меня даже удивили категорические утверждения немецких политиков в отношении поддержки Украины. Очень сильные заявления также и Франции, и других. Это были новые заявления этих немецких политиков, да? То есть немного вектор изменился, да? Да, министр обороны, руководитель комиссии по обороне Бундестага и других политиков. Очень сильные заявления. Но в этом году во многих странах проходят выборы, в том числе и в Германии, и в США. Каковы будут результаты, в каком направлении после выборов пойдут эти страны, мы не можем сейчас сказать. По поводу выборов, насколько вас беспокоит возможная победа на президентских выборах США Дональда Трампа? Какие это может нести риски для глобальной безопасности? И что касается безоговорочной поддержки Америкой, стран Балтии в том числе? Во-первых, возможно, что Трамп снова станет президентом США по результатам выборов в ноябре. Как мы видим, его высказывания о НАТО очень противоречивы, мягко говоря. Но одновременно нужно понимать, что в основной момент его критики неготовность европейских стран инвестировать в оборону. Низкие расходы на оборону. У нас эта ситуация противоположная. У нас все в порядке. Так же, как и в странах Балтии, Финляндии, Польши. Поэтому я думаю, что не все потеряно, если Трамп победит. У нас есть возможность говорить, у нас есть партнеры по переговорам и на той стороне. Но эта ситуация не будет легкой. И, наконец, что лежит в основе, что является лейтмотивом внешней политики Трампа, это непредсказуемость. Непредсказуемость для нас, но это является фактором для Путина. И если Трампа выберут, будет очень сложно. Но я пока еще бы не отчаивался. На этом фоне достаточно забавно звучало заявление Путина о том, что он был бы доволен, если бы нынешний президент Байден победил на президентских выборах. Но о другом поговорим. Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию с безопасностями и угрозами этой безопасности здесь, на границе Алуксинского края с Псковской областью? Примерно год назад, это была годовщина, первая годовщина войны, вы сказали, что эта ситуация не меняется. Готовы ли вы эти слова повторить сегодня, 21 февраля 2024 года? Сейчас то, что мы видим на другой стороне нашей границы, да, ничего особенно не изменилось, потому что основные военные силы и оружие России находятся в Украине. Все посвящено именно этому. Но есть нюансы, которые изменились. И первый, Россия, как я уже говорил, стала военной экономикой. И общество в своем роде приучено к войне и к логике войны. И в условиях, если внезапно получается так, что в Украине прекращаются военные действия на условиях России, с перемирием или другим образом, мы должны понимать, что может резко измениться. Ситуация с другой стороны границы. Именно поэтому страны Балтии договорились о создании линии обороны на границе. Это не из-за того, что сейчас происходит на другой стороне границы. Это больше связано с тем, каким может быть худший сценарий, как к этому подготовиться. Вы считаете, что российское общество будет готово и согласиться в том числе и в отношении сценария, как описывают некоторые эксперты страны Балтии, Польши. То, в чем я очень ошибся на своих оценках, это в оценках российского общества. С учетом того, что происходит в Украине, если мы посмотрим на готовность напасть на Украину, которая до 22-го года считалась на бытовом уровне таким братским, дружественным народом, что российское общество к этому не будет готово. Так я считал, но мы видим, что произошло и протестов и после смерти Навального тоже нет. Поэтому те, кто был бы готов протестовать, боятся репрессий. И большая часть общества это все приняло, и нет оснований считать, что они о нас или о Польше думают как-то по-другому. Поэтому единственное, что заставляет нас, заставит их думать по-другому, это сила, которую мы можем показать. Несмотря на то, что у части живущих в той же самой Псковской области достаточно значимой части до сих пор имеются в том числе и паспорта эстонского государства. Это тоже неоспоримый факт. Я позволю себе еще две цитаты. Первая из отчета Бюро защиты Сатерсма нашей латвийской контрразведки. Улучшений в сфере безопасности не произошло. Еще одна цитата, это ваши слова из недавнего телеинтервью на ЛТВ-1. Россия по-прежнему готова к брутальной войне и в обозримом будущем это наша общая европейская перспектива. Какая вероятность неизбежности этой брутальности? Ничто не является неизбежным. Но, как я уже говорил, Россия превратилась в военную экономику, в военное общество. И я предполагаю, что Путину будет очень сложно повернуть обратно. Поэтому, либо эта война в Украине происходит очень долго, либо, если там какая-то стабилизация происходит, как я говорил, на условиях России, нельзя исключить, что они попытаются открыть какие-то другие возможности или в гибридной области, или в другой какой-то. Но неизбежно ли это, и обязательно ли это произойдет, вот это не так. Но вероятность выросла. От трех до восьми лет эксперты политики, в том числе и министры обороны иностранных дел, ближайшие к нам Скандинавию, называют разные отрезки времени, чтобы принять, как вы уже сказали, неотложные меры по усилению нашей безопасности. Каковы ваши временные рамки? Нет, здесь я не буду спекулировать. Это та область, которой я избегаю называть времени. И я скажу так, нужно понимать, что риски выросли, но все до сих пор в наших руках. И если мы показываем здесь, в Балтии, в Латвии и в Европе силу, показываем военную промышленность, военные силы и единство, этот сценарий не реализуется. Но если в какой-то из этих областей мы проявляем слабость, слабость всегда провоцирует нападение. Поэтому риски есть, но все в наших руках. Параллельно, как вы сказали, идет еще одна война, гибридная, информационная, кто как ее называет. Насколько массированы сейчас попытки повлиять на общественное мнение в Латвии? Потому что мы видим и, в частности, Зеленский тоже неоднократно обращал внимание на то, что как только происходит какое-то движение на Украине, тут же появляется, возникает вот эта попытка давления на украинское общество. Что-то подобное наблюдается здесь, в Латвии? Да, да, конечно. Мы тоже являемся одной из целей, мишенью. И то, что сейчас все риски выросли, и все должностные лица на Западе говорят о воззывших рисках. Параллельно говорят и об информационной операции России, пытающейся повернуть это так, что это неизбежно. Украина проиграет, Россия будет сильной, сможет напасть на Балтию, на Польшу, Финляндию и так далее. А какова нарратива в отношении Латвии? Может быть, ничего очень конкретного нет, но что мы не сможем выдержать, что мы очень слабы, очень уязвимы, и что, в принципе, мы проиграем. И что было интересно, как мне кажется, в интервью Такера Карлсона специально подчеркивалась Латвия. Я сомневаюсь, что это было случайно. Я думаю, что это была часть этой информационной операции, сказав, что нет, нет, ни Польша, ни Латвия. И это в своем роде даже привлекает к нам внимание. И мы видим, да, есть попытка сделать нас еще более озабоченными, вызвать у нас нервозность, но в то же самое время хочу сказать, что способности России или проведения операции здесь для России дороже, чем, например, в Германии. Потому что есть барьеры для того, чтобы они это реализовали. Потому что не просто сюда прислать информацию. Нужно использовать Телеграм, нужно прятаться в социальных сетях. Летом мы видим, что в ряде европейских стран это проще. Есть телевизионные каналы, есть интернет, там не требуются дополнительные ресурсы. У нас их нужно дополнительно искать. И второе, если мы смотрим на приоритеты России, первым приоритетом после Украины является США. И только потом уже может быть Германия, еще кто-то. Мы не в самом верху списка. А главная цель, говорящая здесь по-русски, или дезинформатор из них пытаются влиять и на латышскую аудиторию. Да, и то, и другое. Механизмы, конечно же, отличаются. Но нарратив остается тем, то, о чем говорили буквально пару минут. В этом отношении, я думаю, нужно понимать, что обе аудитории являются мишенью. Возвращаясь к теме сценариев, буквально на днях мне попалась публикация в The Telegraph, которая анализировала возможные сценарии продолжения. Украина садится за стол переговоров, у России появляется вкус идти дальше. Что дальше? Это подготавливается недовольство русскоязычных, в частности, была показана стрелочка на Латвию со стороны уже упомянутой Псковской области и далее соответствующие ужасные последствия. Как вам такой сценарий? Чувствуете ли вы, что действительно где-то пытаются кто-то из них подогревать недовольство русскоговорящей части общества здесь, в Латвии? Я не думаю, что сейчас происходят какие-то активные действия для подготовки к этому сценарию. Как я уже говорил, у России ограничена возможность действовать и ресурсы на это в основном не уделяются. Им нужно воевать в Украине. слабое звено, да? Некоторые считают, что да. Я никогда не считал Латвии особо слабой по сравнению с другими. Да, у нас есть уязвимости, это понятно, и это нужно осознавать, но одновременно, скажем так, во-первых, часто говорят о гибридных сценариях, как в Крыме, например. в них я не верю, потому что крымский сценарий, ему легко противостоять. Не допускаешь того, чтобы все поверили, что какие-то зеленые человечки, абстрактные человечки действуют. Да, это солдаты другой страны, которые напали на твою территорию и действуют соответственно. Поэтому в такой сценарий я не верю. Но то, что можно каким-то образом пытаться подогреть такие чувства у части общества, это возможно. Происходит ли это активно, я этого не вижу сейчас. Очевидно, ситуация будет накаляться к лету, когда будут европарламентские выборы, вот тогда, наверное, точно станет больше дезинформации, а так это или нет, проверим эту гипотезу, наверное, уже ближе к июню. Пройдете к нам еще в студию? Да, да, конечно. Иоанна Сарц, глава центра «Стратегическая коммуникация НАТО» был нашим утренним гостем здесь в студии «Домская площадь». Друзья, напомню, что это и многие другие утренние интервью нашей программы вы можете не только послушать, но позднее еще посмотрите в Ютьюбе, заходите на наш канал «Атвийская радио 4». Смотрите, подписывайтесь, комментируйте. Еще раз спасибо господину Сарцу и спасибо Хелене Гизелзлезе за помощь в синхронном переводе этого разговора. «Домская площадь». С добрым утром!